всем привет дорогие мальчики и девочки привет одеты из канады вы видите какое солнышко все таки весна близко все таки чувствуется птички поют снежок тает он появился же травка вот эти вот бачки потом расскажу что это такое то у нас так мусор собирают сегодня вторник день сбора мусора поэтому у нас возле каждого дома стоит такой бачок но в принципе погодка погодка шепчет поехали на работу ну что поехали на работу дороге поговорим заедем за кофе как обычно я даже думаю открыть такую рубрику я взяла наушники я взяла сейчас подождите как всегда собиралась пупыхах как всегда а взял наушники взяла провод открыть такую рубрику коли во вторникам потому что по вторникам я езжу на работу и и по вторникам я езжу на работу я покупаю кофе и еду на работу иногда с вами болтаю хочу вам сказать сразу что часто очень эти видео которые я записываю когда я еду на работу я их потом не выкладываю есть два или три видео которые я записала вот таким вот образом по дороге на работу и они мне висят не вылезные потому что я там не уверена в том что я что следует это выкладывать я надену очки потому что мне очень светит солнце вы же не будете на меня в обидцах очки правда ну что я хотела поговорить сегодня давайте поедем и будем говорить 8 марта конечно же конечно же про что же еще только-только от гремела вас телефон упал прошу прощения он вообще мне очень плохо закреплен я никак не могу найти себе такую штуку машину удобную чтобы мне закрепить как следует чтобы мне закрепить как следует телефон с вами не падал в пути какой мне засвет я сейчас просто на жутком жутком солнце сейчас мы поедем может быть еще секунд так ложь может что это было и так от гремела 8 марта и мы все вы радостно отпраздновали все друг друга поздравляли и желали всего 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 я просто вот подумала что может быть стоит рассказать о том как праздную 8 марта в канаде и в америке на самом деле канада это как бы еще один американский штат который официально не американский что ну то есть мы конечно маленькая гордая небольшая гордая страна у нас есть свое правительство и все такое но мы очень близки к американским традициям штатовскими соединенных штатов северные северные соединенные штаты канада это практически в общем-то одна и та же страна это тот же язык это тот же потому что допустим на юге штатов есть диалект какой-то а вот северная америка и канада северные соединенные штаты америки канады это принципе одна и та же страна так вот как праздную 8 марта в америке в канаде и в израиле потому что я долго шла в израиле и у меня как бы есть свой опыт ну давайте начнем с израиля когда мы приехали в израиль это был 92 год а что такое 8 марта в израиле не знал никто но после того как в израиль приехала миллион больше миллиона жителей бывшего сельского союза то они узнали что за 8 марта что называется помните как в том старом фильме было тебя злупят плетками и ты полюбишь мне этот миленькое том смысле что как бы израильтян заставили научить выучить что такое 8 марта ну как заставили ну когда каждый пятый в стране празднует этот праздник они поневоле как бы стали его воспринимать как как свой и выходной день не назначен на 8 марта в израиле все еще но цветов на 8 марта уже не купить в магазинах я помню что когда мы жили в израиле то купить цветы на 8 марта это было практически в общем уменьшенным пособом потому что очень много мужчин были в поисках букетов в том числе и израильских мужчин потому что многие были женаты имели подружек русских и они естественно требовали соблюдения своих традиций и в общем в израиле как бы этот то что называется по-английски вы как на эту то есть уже был знаком и этот праздник был практически уже узаконен единственное что не было выходного у нас на работе я работала в израильской компании там совершенно не было мое начальство было было израильское но очень много было работало русских в том числе русских девочек и они уже как бы поняли что на 8 марта надо делать какие-то подарки женщинам сотрудницам работницам у нас нам действительно уже дарили подарки на работе ну вот администрация так сказать начальство нас нам устраивали какие-то вечера праздничные нас поздравляли в общем короче все все было как надо но я не знаю мы давно уехали из израиля не знаю как дела обстоит сейчас 8 марта я думаю что также а то и еще более получше чем чем при нас потому что хотя трудно сказать не знаю ну вот девочки если кто не смотрит из израиля напишите расскажите что сейчас происходит все так же как было то есть официально это праздника нету но по большому счету все все пропустили для женщины пропустите но не видеть по большому счету в общем то очень много людей отмечала и коммерция как бы знаете такое дело вот магазин и все они сразу сразу срубили что можно сделать бабки на цветах и на подарках и 8 марта уже были всякие акции там распродажи купите там на духе на косметику вот цветы поднимались цене дорожали в два раза 7 8 числа в общем коммерция сразу сразу поняла эти были еврейская коммерция сразу поняла что их праздник них праздника деньги можно сделать поэтому в общем то так теперь что касается канады в канаде конечно русских и выходцев из бывшего ссср намного меньше чем в израиле просто намного меньше и в канаде тоже это не выходной 8 марта это рабочий день и но как бы этот праздник известен но он не не внедрен в массы так скажем да то есть вот утром по телевизору по радио в машине сказали что сегодня международный женский день в общем-то поздравляем всех женщин вернее даже не поздравляем 10 не воспринимать как праздник женщин это праздник освобождение женщин от гнета мужчин ну в общем освобождение женщин а женщин за равные права в общем вот вот все это праздник это даже это не женский праздник когда девочки должны сидеть и делать маникюр с красивыми ногтями и ждать цветов и ждать подарков это не праздник для подарков это праздник свободы женщин от гнета и в общем борьбы женщин за равноправие то есть это как бы такой праздник идеи вот и ну а среди народа как бы у людей праздника совершенно не празднуется кроме русскоговорящих и выходцев из бывшей ссср который естественно праздник знает продолжают праздновать но вы знаете с намного меньшим так скажем накалом потому что во первых рабочий день во вторых ну знаете как то вот нет атмосферы вот этой праздничной в стране что все бегают букетами и все и все как то это вот вот такие знаете покупать подарки об этом говорят по радио по телику все римуссируется это нигде не муссируется никак и никем поэтому поэтому как бы вот тут когда нет такого вот ощущения знаете нет такого нет атмосферы то как-то это все воспринимается не так не так как так как мы привыкли есть кирайлов ларчков и кирайлов ларчков и мимоза с тюльпанами понимаете а еще плюс к тому что 8 марта начало марта в канаде это обычно очень холодное время и как бы еще зима то есть как весеннего настроена вот сегодня тепло сегодня хороший день а бывают еще снежные бури и пуры пурга и все что угодно поэтому вот это вот настроение под весна пришла 8 марта как-то тоже как правило его нету и поэтому в общем это как-то так вот если честно мы мы как-то празднуем в общем-то ну муж мне дарит подарки цветы в крайнем случае хотя я к цветам так не очень но ну как бы вот в этом году с подарками было напряг потому что все закрыто вернее магазины открыты но у нас исходить в магазин ой мастер кафе ну о кинги суммой тэнкс у нас из магазина ходить это большая проблема во первых ничего нету во вторых нужно чтобы зайти в магазин нужно оставить такую очередь что ступит 10 раз подумаешь что это вообще не уходить заходишь а там пуст пустые полки в общем короче говорят так что с подарками как там и в этом году цветочки там мы конечно дома отметили выпили опять же рестораны кафе у нас сейчас открыты в онтарио в нашей части онтарио не во все вот в нашей части где я живу но опасите то есть может зайти в ресторан есть только 10 человек и вы можете себе представить сколько нужно ждать и как нужно заранее делать занимать ну как бы букет стол для того чтобы здесь человек это если придет допустим компании 6 человек то посадить могут еще четыре человека то есть в общем но это это совершенно невозможно как бы ходить ресторан сейчас кстати последний раз вот я помню что как раз именно 8 на 8 марта год назад ровно год назад это был не 8 это был 6 и 7 число это было суббота перед 8 марта мы с девчонками собрались и пошли в клуб такой знаете где ужин где танцы и в общем мы пошли только девочками четыре человека нас было компании мы в общем очень весело погуляли уже тогда мы когда встретились мы сказали не мы не целуемся мы только так воздуху чмоки-чмоки уже тогда начинались какие-то зачатки так скажем пандемии вернее она уже бушевала в китае но до канады она как-то еще не дошла еще были открыты клубы ресторан и вот это было последний раз когда мы сходили вот девчонками тогда и все и потом это было 6 7 нас все закрыли намертво клубы до сих пор не открылись то есть рестораны кое-как открываются закрываются а вот эти вот ночные клубы станции дискотеками что русские что не русские они в принципе так и не открылись потому что вот танцульки неразрешимы тоже танцульки это толпа это люди трутся друг от друга в общем сейчас масках это делать невозможно без масок в помещении у нас находиться нельзя уже год так что ну и не вай короче так вот мы тогда сходили с девчонками отпраздновали год назад и мы периодически практически каждый год ходили ну вот со своими девчонками мы не ходили 8 марта мы ходили там допустим в субботу перед 8 марта или пятницу перед 8 марта чтобы поближе и вот мы вот так вот праздновали но это были это не было посвящено так сказать это просто мы ходили мы посвящали это сами собой потому что мы в принципе знали что мы отмечаем так мы ходили в обычный просто клуб где каждый субботу каждой пятницы были танцы вот так то есть в принципе в канаде и в америке 8 марта знают существование этого праздника но опять же это в общем-то не праздник просто под день который дедикейте то есть который посвящен борьбе женщина то есть как праздник они это не воспринимают и на работе у нас HR это Human Resource просто сейчас сейчас отдел кадра кадровичка призлала всем женщинам им что значит сегодня будет уже день день борьбы за права женщин всех женщин поздравляю и желаю бороться еще сильнее в общем если кто-то хочет бороться очень сильно только дайте нам знать если у кого-то какие-то проблемы на рабочем месте то есть как мы подвели эту идею к тому что если вас там какой-то харазмен то есть если вас как-то там обижают за половым признаком начальства и кто-то еще из наших сотрудников то мы всегда готовы вас выслушать тем более вот сегодня такой день 8 марта ну в общем вот так вот это как-то все и вот вокруг этого все крутится а не то что там девочкам надо дарить цветы красивые плазицы и сережки босые и в общем баловать их всячески вот это немножко отрубок вот вот так вот вот такая вот специфика празднования в кавычках 8 марта в Америке и в Канаде празднованием это вообще не назовешь ну а опять же повторюсь что обычное местное население оно вообще этот праздник не знает очень как бы ну вообще просто не знаю да здесь что празднует день матери здесь есть день матери и вот в этот день принято женщинам дарить цветы и подарки ну тоже там не выскакивать из штанов там бриллианты какие-то с машинами дарить и одарить ой какой бензин дорогой у нас ужас а дарить цветы и конфеты вот какие-то мелкие такие приятные сувениры дети в школе обычно делают какие-то поделки своими руками приносят домой мамочкам ну в общем вот так все девочки на сегодня вот такой рассказ у меня про 8 марта надеюсь что вам было интересно весело и поддержите меня подпиской и лайком если вам нравится то что я делаю люблю целую увидимся в следующем видео с вами была ваша Дита пока удачи удачи